Каша геркулесовая, без масла. Потом гороховая каша, это на первой неделе, поста кисель. Без изысков, но вкусно, уверяют повара. Супы и каши сытные, хоть и на воде. Сегодня подают пищу на стол чуть теплой, таковы церковные правила. В Самарской духовной семинарии повара готовят на 200 человек. Стараются, чтобы постная пища по вкусу не уступала той, к которой привыкли. Вкусно, мы же добавляем приправу, зелень, сейчас очень много, петрушки, укропа, всевозможные специи. Лимон очень хорошо приправляет, аппетит придает. Овощи, картошка, хлеб, таков постный стол. Первая неделя Великого поста самая строгая. Потом в пищу можно будет добавлять немного растительного масла. А вот от мяса следует отказаться до конца Великого поста. Что интересно, в дни Великого поста, по данным Росстата, в последние годы продажи мяса в России снижаются на 10%. А заказы постных блюд в кафе и ресторанах составляют треть от общего числа. Но строгость в еде, подчеркивают священники, не главное. Великий пост – это не время диеты. Он должен напомнить человеку о самом важном, о душе. Это еще и время воздержания своих внутренних чувств. То есть самоанализ, работа над собою, над своими словами, поступками. Пост дает возможность человеку обновиться и душою возвыситься над своими какими-то вредными привычками, земными обязанностями. К этому просто стоит привыкнуть. Если постоянно соблюдать пост, то тебе в будущем становится легче. Увеличивается прилив сил. Вроде питание становится намного меньше, но сил почему-то становится больше. С Божьей помощью, наверное, все происходит. Чтобы дни, проведенные в воздержании, пошли во благо, отказаться нужно не столько от скоромной пищи, сколько от дурных мыслей. Для верующих Великий пост – подготовка к главному христианскому празднику – Пасхе, которая в этом году выпала на 1 мая. Алина Чемерис, Станислав Левин. События.